Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дистанцию в семь с половиной километров преодолевали спортсмены со всего региона на лыжной базе «Чайка». В Самарской области прошло первенство по лыжным гонкам. С уборкой не справились. Работу по очистке крыши на леди стротуаров глава города Елена Лапушкина оценила как неудовлетворительную. На что сейчас управляющим компаниям и районным администрациям поручено обратить особое внимание, узнала Лариса Шалафаст. Постоянные перепады температуры сделали самарские тротуары похожими на конькобежные трассы. Днем оттепель, ночью небольшой мороз. Как результат улицы периодически покрываются ледяной коркой. На еженедельном совещании в городской мэрии руководитель административно-технической инспекции докладывает. Несмотря на аномально теплую зиму и редкие снегопады, с уборкой управляющие компании справляются не всегда. Задействуют далеко не всю технику и дворников. При проведении мониторинга выявлено, что работа большинство этих начинает не ранее с 7 часов утра, при том, что в 10 утра они уже покидают закрепленные территории при оставшемся крайне низком качестве уборки. Ситуация с очисткой кровель в городе также на контроле мэрии. После проверки выяснилось, из почти 400 бригад работают не больше 20%. Елена Лапушкина поручила районным администрациям усилить работу по уборке. Убедительная просьба свою работу активизировать и все-таки выстроить контроль на территории. Особое внимание хочу обратить ваше внимание еще раз на социальные объекты, на больницы, на школы, на детские сады. Там в первую очередь отрабатывать. Также глава города поручил оперативно реагировать на жалобы жителей, которые поступают к городским властям через социальные сети. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Самаре пойдет снег. Встретить его коммунальные службы должны во всеоружии. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Подспорье для профессионального и личностного роста. С 1 сентября 2020 года классным руководителям в самарских школах будут оплачивать по 5000 рублей. Как учителя восприняли инициативу главы государства, расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Ольга Головко работает в 57-й школе учителем начальных классов. Признается, ее подопечные относятся к образовательному процессу как взрослые. Они трудолюбивые, целеустремленные и способные. Умеют добывать знания. По словам Ольги, классный руководитель должен быть не только учителем, но и воспитателем, хорошим другом ребенку. Такая работа отнимает много сил и энергии. Требует от специалиста большой отдачи. Чтобы поддержать педагогов, президент России предложил доплачивать им по 5000 рублей в месяц. Надбавка – это, конечно, очень большое подспорье, это большая помощь для классного руководителя. И уже учитель может более полноценно работать, развиваться в профессиональном уровне. Ну и, конечно, стратегия государства, она направлена прежде всего на повышение качества образования. Мнение коллеги разделяет и классный руководитель с 16-летним стажем Ольга Журавлева. Она не только учит детей английскому языку, но и помогает ребятам развиваться творчески. Женщина вовлекает детей в театральные постановки. Благодаря усилиям Ольги в прошлом году ее подопечные завоевали призовое место со спектаклем по пьесе Агаты Кристи «Лампа». Безусловно, очень приятно, что государство поддерживает классных руководителей, как со стажем, так и молодых. Конечно, такие меры поддержки, как предлагает Владимир Владимирович, поможет в нашей будущей работе, я думаю. С 1 сентября 2020 года доплату в России будут получать 838 тысяч учителей. Для этого выделят дополнительные средства из федерального бюджета. Работа, связанная с обучением, воспитанием детей, это огромная ответственность. И она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. В этой связи считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям. В размере не менее 5 тысяч рублей. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал такие меры поддержки беспрецедентными. Мы, безусловно, сохраним все меры поддержки, которые сегодня есть в регионе для тех, кто занимается в школах воспитания. Ну и, конечно, эти дополнительные средства, которые будут выделяться из федерального бюджета, будут способствовать очень большой работе по воспитанию гражданин и страны. Кроме учителей, помощь получат и семьи, в которых есть учащиеся начальных классов. Их обеспечат бесплатным горячим питанием в школах. Анатолий Головко, Константин Головин. События. В Самаре сгорелый ресторан «Золотая пагода». Пожар был виден даже из соседних районов города. Но на пульт дежурного сообщение поступило с запозданием. В итоге огонь охватил 1200 квадратных метров площади. По словам руководства ресторана, возгорание произошло на кухне. Так это или нет, выяснит следствие. Всем же, кто сделал предоплату на проведение банкетов, обещают компенсировать расходы. Олег Зверев был очевидцем ЧП. Первые кадры пылающего здания появились в интернете практически сразу после возгорания. Очевидцы снимали фото и видео. И уже буквально через полчаса счет просмотров и комментариев пошел на тысячи. Я прошла несколько метров сюда, в эту сторону. Услышала хлопок, подняла глаза. И вот здесь, вот в этой стороне, буквально, вот посередине здания, именно был хлопок и началось возгорание. Я достала телефон, начала снимать. А вот воспользоваться телефоном по прямому назначению и вызвать пожарных, очевидцы сообразили не сразу. Иначе ущерб, нанесенный зданию, был бы намного меньше. По прибытию первых подразделений площадь пожара по кровле составляла 500 метров. Из этого мы делаем вывод, что сообщение на 0-1 поступило очень поздно. Сообщение о том, что горит ресторан «Золотая пагода» поступило на пуль дежурного в 17 часов 18 минут. 25 сотрудников и гостей ресторана успели покинуть помещение. Огонь стремительно распространился по кровле на примыкающие офисные здания. Благо, в выходной день оно пустовало. Из соседних магазинов посетители эвакуировали без паники. Я была в это время в перекрестке. Сработало оповещение. Сказали, что покиньте помещение в здании в сгорании. Мы вышли, а тут вся крыша горела уже. В итоге обошлось без пострадавших. А общая площадь в сгорании составила 1200 квадратных метров. Тушение осложнялось тем, что здания разной этажности примыкали друг к другу. Предотвратить распространение огня на соседние помещения не удалось. На часах уже 21.40. Это означает, что борьба со стихией длится больше трех часов. Пожару присвоена третья категория сложности. Работают 145 человек личного состава и вся техника самарского гарнизона. Но локализовать возгорание пока не удается. Был развернут пеноподъемник. Организована работа с водоканалом. Воды было обеспечено достаточно. На настоящий момент локализацию ожидаем в течение предстоящего часа. Все причины пожара будут установлены по результатам работы испытательной пожарной лаборатории. А уже через час в 22.41 пожар был полностью ликвидирован. Что послужило причиной ЧП, роковая случайность или умышленный поджог, предстоит выяснить следствие. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Сегодня в мировом суде промышленного района рассматривали дело водителя, которое сбило ребенка и скрылось с места ДТП. Авария произошла с 16 января днем на улице Солнечной. На видео с камер наблюдения видно, как девочка перебегает дорогу сквозь плотный поток машин. На последней полосе ее сбивает автомобиль. Как рассказали в полиции, водитель сначала остановилась и уточнила, что ребенок жив. Девочка отделалась легкими травмами. По правилам нужно было звонить в ГАИ, но женщина уехала с места происшествия. Позже, благодаря видео, правоохранители ее нашли. Суд прошел за закрытыми дверями. Съемочную группу на процесс не пустили. Обе стороны отказались от комментариев. Итог процесса – женщину на год лишили водительских прав. Путем изъятия видеозаписи из перекрестков, камер, которые установлены, было установлено транспортное средство. Также водитель, который был в последующем вызван в подразделение ГИБДД для дачи объяснений. Взносы за капремонт не повысит. Это станет возможным за счет сокращения дополнительных работ в многоквартирных домах. Например, утепление фасада и установки приборов учета потребления коммунальных ресурсов. Их финансирование осуществляется за счет средств фонда дополнительно. Министерство ЖКХ предложило возобновить работу по ранее действующей программе энергосбережения. И до конца года будет разработан план по ее реализации. Основная задача программы – устанавливать общедомовые приборы учета. Это даст понимание того, сколько тепла поступает в дом. План по продолжению региональной программы на 20-е и 21-е годы сформирован только из хозяйств проведения обязательных видов работ. Таких, как ремонт внутридомовых инженерных систем, крыш, подвалов, фасады и фундамента. Вот все-таки счетчики, которые общедомовые, которые именно в первую очередь по теплу. Потому что газ считается там в каждую квартиру, электричество считается тепло. Но хотелось бы точно понимать, сколько тепла, по крайней мере, в дом заходит. Чтобы потери, которые связаны с транспортировкой, не ложились на тех же самых потребителей тепла. Начать свое дело в Самаре стало проще. Помощь предпринимателям оказывает городской департамент экономического развития совместно с Самарским бизнес-инкубатором и информационным консалдинговым агентством Самарской области. Услугами могут воспользоваться как начинающие, так и действующие бизнесмены. Специалисты расскажут о нововведениях в налогообложении, проведут консультации по юридическим и финансовым вопросам, расскажут об основах предпринимательской деятельности и о том, как создавать собственный бренд, объяснят, как выйти на экспорт и расширить бизнес, и как зарегистрироваться в качестве самозанятых. Для предпринимателей существуют социальные и финансовые меры поддержки. По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в виде грантов можно получить на конкурсной основе до 350 тысяч рублей. Бизнесмены для развития бизнеса могут оформить микрозаим под низкий процент. Приоритетными направлениями предпринимательства в этом году станет социально-бытовое обслуживание населения, деятельность в сфере оказания образовательных услуг дошкольного и дополнительного образования детей, предоставление туристических услуг, деятельность, связанная с развитием информационных технологий и инновационных разработок, а также их внедрение в производство. Рост показался достаточно большим, и в принципе те мероприятия, которые реализованы, были востребованы от предпринимателей, были востребованы у физических лиц. Многие после наших мероприятий решили вести свой бизнес, решили попробовать себя в сфере предпринимательской деятельности. Ну и, конечно, в этом году и показатели достаточно серьезные стоят, и цели достаточно амбициозные, и увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства вкратно увеличилось, и нововведение законодательное, и новый налоговый режим по самозанятым, он тоже ставит перед нами новые мероприятия, новый приоритет, новые задачи. Нововведений по налогообложению очень много. Есть те, которые будут актуальны для общих систем, есть те, которые будут актуальны для небольших предприятий, индивидуальных предпринимателей, поэтому здесь очень трудно охватить все разом. Единственное, что я сделаю акцент на том, что, во-первых, изменился МРОД, он сейчас составил 12 130 рублей, изменились фиксированные платежи, то есть если индивидуальные предприниматели раньше оплативали фиксированные платежи немножечко меньше, они незначительно, но увеличились. Большие изменения произошли в системе Единую НВД. Что здесь изменилось? В связи с тем, что происходит маркировка, есть ряд товаров, которые больше не будут подходить под аквадрозничной торговли, и поэтому они будут вынуждены перейти с системы налогообложения ЕНВД на иные виды. 2800 самарцев зарегистрировались как самозанятые с начала этого года. С 1 января в Самарской области введен специальный налоговый режим. Налог на профессиональный доход. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок, без риска быть оштрафованным за незаконную предпринимательскую деятельность. Этот режим – часть НАСПроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Он привлекателен упрощенной регистрацией с помощью электронного приложения «Мой налог». Кроме того, самозанятые освобождаются от использования контрольно-кассовой техники и не сдают какую-либо отчетность госорганам. Предусмотрена и минимальная налоговая ставка – 4% с доходов при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями и индивидуальными предпринимателями. Это касается тех людей, кто не занимается перепродажей товаров и не имеет штата сотрудников, а самостоятельно оказывает какие-либо услуги или продает продукцию собственного изготовления. Статус самозанятого позволяет совмещать его с основной работой по трудовому договору. Этот специальный режим подходит заказчикам и покупателям. Самозанятые через приложение «Мой налог» смогут выдавать чеки за свои услуги. У юридических лиц возникают вопросы с подтверждением расходов, потому что юридических лиц, чтобы им принять в расходы оказанные тобой услуги или выполненные работы, им нужны определенные документы. Регистрация в качестве самозанятого позволяет расширить себе клиентскую базу, позволяет работать с юридическими лицами, юридическим лицам позволяет принимать выданные тобой документы, платежные чеки самозанятого в расходную часть. Аномально теплая погода не смогла не внести свои коррективы и в традиции празднования крещения. Тонкий лед на Волге не смог бы выдержать наплыва верующих, поэтому завершить традиционный обряд омовения самарцы могли только в специально оборудованных купелях в четырех храмах в Самаре. В храме Казанской иконы Божьей Матери, в честь Святой Блаженной Матроны Московской на Безымянке, в честь святителя Митрофана, епископа Воронежского и в честь святителя преподобного Сергия Радонежского. Кроме того, на набережной, на полевом и некрасовском спусках были оборудованы купели без выхода на лед, раздевалки и пункты обогрева. Берега всю ночь патрулировали сотрудники МЧС, спасатели и полиции. Для охраны общественного порядка на крещение в Самаре были привлечены более 400 сотрудников полиции. Им помогала добровольная народная дружина. В крещенскую ночь обошлось без эксцессов. Крещение – это не только надежда и упование, но это еще тайна жертвы на любви самого Христа. Он пришел в это человеческое измерение, исполненный грехом тему, чтобы осветить ее. Перерождение, как будто вы знаете. Вот Новый год не праздник, а крещение – праздник. Энергичен, бодр и завтра на работу. Вместе с самарцами в крещенскую ночь омовение совершил и губернатор Дмитрий Азаров. Фото возле проруби он выложил на своей инстаграм-странице. А теперь коротко о других темах дня. Два рыбака погибли на озере Гнилое в выходные. Водоем расположен около поселка Океан, неподалеку от Новокубышевска. Под лед провалились сразу пять человек. Трое смогли выбраться, остальные ушли под лед. Информация об этом появилась в социальных сетях. Из-за теплой зимы выходить опасно даже на лед небольших озер. Главное управление МЧС России по Самарской области советует воздержаться от неоправданного риска. В Самарской области разыскивается мужчина. Он может нуждаться в медицинской помощи. 34-летний житель Сызрани Антон Железняков не выходит на связь с родственниками с 7 января. Рост мужчины 180 сантиметров. Он плотного телосложения, волос нет, глаза светлые. Был одет в черную вязаную шапку, черную куртку с капюшоном, темно-синие джинсы и черные ботинки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Антона Железнякова, просят сообщить по телефону, указанному на экране. В Самарском региональном центре для одаренных детей в выходные обнаружили труп мужчины. Как рассказали посетители образовательного учреждения в социальных сетях, тело заметили утром на лавке в школьной раздевалке. У погибшего не было внешних признаков насильственной смерти. По факту обнаружения тела проводится проверка. Предваритель информации скончавшийся работал в центре охранником. Исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом Кенельского района стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки. По версии следствия, летом 2018 года мужчина получил от местного жителя 25 тысяч рублей за незаконное изготовление подложного проекта архитектурного решения жилого дома и за выдачу разрешения на строительство. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. В Самарской области закончили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его подозревают в незаконной слежке и сборе информации. По версии следствия, в начале 2019 года мужчина поставил в машине своей бывшей девушки жучок. С его помощью он мог контролировать ее передвижение и подслушивать разговоры, сообщили в прокуратуре Самарской области. Прослушивающее устройство девушка нашла лишь через полгода. В отношении Ревнивцева возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбор сведений о частной жизни лица». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Горящие глаза и уверенный взгляд в будущее. Самарские полицейские пригласили в гости студенческий десант. С теми, кто хочет связать свою жизнь с работой в органах внутренних дел, пообщался наш корреспондент Анатолий Головко. Ирина Бражник пошла по стопам отца, который борется с преступностью уже на протяжении 20 лет. Идея поступить в специализированный ВУЗ МВД у хрупкой девушки появилась еще в школе. Как и многие, она смотрела фильмы о буднях сыщиков, читала детективы и мечтала оказаться на месте героев, которые ежедневно охраняют жизнь и здоровье соотечественников. Ирина закончила Сибирский юридический институт. Девушка досконально изучила все правовые дисциплины, мастерски владеет огнестрельным оружием и приемами боевого самбо. Сразу после ВУЗа пошла работать в управление по контролю за оборотом наркотиков. Ожидания совпали. Я ни разу не пожалела о том, что выбрала, хотя ответственность очень большая. Работаю я в профилактическом отделе, то есть занимаюсь непосредственно профилактикой преступления. Живые истории ребят воодушевили. Я пришла, потому что я активно занимаюсь саморазвитием. Я задумывалась, да. Я задумывалась о том, что возможно в будущем связать свою жизнь с органами управления. По словам полицейских, лучшие сотрудники органов МВД вырастают из тех юношей и девушек, которые проходят специальную подготовку в специализированных ВУЗах министерства. Если один-два человек даже вот с такого количества придут к нам, это будет очень хорошо. Потому что вот именно те сотрудники, которые заранее готовятся к службе в системе МВД, которые желают этой службы, у которых горят глаза, они настоящие правильные сотрудники, на которых вся надежда. После общения с полицейскими для ребят организовали экскурсию. Студентов самарских ВУЗов пригласили в музей областного главка, сотрудники которого собрали по крупицам всю историю региональной полиции. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Быстрее, выше, сильнее. В Самаре прошло первенство в области по легкой атлетике. Программа соревнований была разнообразной. От бега до толгания ядра. Куда поедут выступать победители и призеры спортивных дисциплин в нашем сюжете. Двукратный бронзовый призер России по легкой атлетике Амиран Русманашвили вспоминает, прыгать научился раньше, чем ходить. Сейчас он один из лучших спортсменов в тройном прыжке. На первенстве Самарской области выступает в двух дисциплинах. Прыгает в длину и бегает 60 метров. Короткая дистанция помогает ему дальше улететь в тройном прыжке. Легкий атлет готовится к первенству страны. Мне тренер говорит, чтобы я 60 метров пробегал за 6,7, 6,8. Мы сейчас улучшаем бег, чтобы от бега зависит прыжок. И в тройном прыжке я должен прыгнуть за 14,8 на первенстве России. На России результат будет выше. Это все-таки эмоции, большая арена. Кенельским лёгкоатлетам на первенстве Самарской области выступать тяжело. У них в городе нет специального крытого комфортабельного манежа для тренировок и выступлений, как в Самаре. Заниматься приходится круглый год в парке. И только раз в неделю спортсмены приезжают во дворец спорта на физкультурный. Поэтому показатели ниже среднего. В команде только разрядники. О мастерах спорта тренер Александр Татаренков только мечтает. «Хотелось бы выполнять хотя бы кандидатский норматив и попадать в сборную Самарской области. Бежать на соревнованиях либо в манеже, либо улице – это разные вещи. Кому-то легче в манеже бежать, кому-то легче на улице. Кто-то на улице раскрепощается и показывает лучший результат. На кого-то давят виражи, это им тоже становится тяжело. Тут все индивидуально. Кому где как лучше получается». Первенство Самарской области по легкой атлетике собрало под крышей 400 спортсменов. Со всех городов и райцентров губернии бежали 8 дисциплин. Короткие и средние дистанции, с барьерами и без, эстафету 4 по 200 метров. Прыгали в высоту и в длину толкали ядро. Юноши и девушки от 10 до 20 лет. «Есть у нас, конечно, талантливые юноши, которые сильные, которые уже показали себя на первенстве ПФО, которое было неделю назад. И, естественно, которые были в том году, юноши, которые выступали, призеры России, они тоже готовятся к официальному старту. Отбор мы здесь производим». Победители первенства Самарской области поедут на два первенства страны. Соревнования пройдут в Новочебоксарске в конце января для юношей. А юниоров ждет Волгоград в начале февраля. Мэриел Чан, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Драйв, адреналина и выверенная тактика, когда каждые секунды на счету в Самаре прошли областные соревнования по лыжному спорту. За медали и дипломы соревновались спортсмены в возрасте от 15 до 17 лет. Кому удалось занять призовые места, узнал наш корреспондент. На лыжи восьмиклассник Григорий Демидов встал при рекомендации врача еще 7 лет назад. Затем друзья позвали в профессиональный спорт. Григорий втянулся. Говорит, привлекли адреналин и драйв. Недавно спортсмен выиграл городские соревнования. И сейчас выступает на областных. Хочу дальше продвигаться по карьерной лестнице в данном виде спорта. Я иду на тренировку, совершенствую свои силовые, физические, умственные качества. Областное первенство по лыжным гонкам прошло на турбазе «Чайка». Побороться за медали съехались лучшие спортсмены региона в возрасте от 15 до 17 лет. Задача как можно быстрее пройти дистанцию в 7,5 километрах. Опытные спортсмены говорят, что здесь важна не только скорость, но и тактика, умение верно потратить каждую секунду – залог победы. Здесь очень много отдыхающих, и они своих детей приводят к тренерам, подводят и спрашивают, а можно записаться в секцию? То есть вот, пожалуйста, популяризация лыжного спорта наглядная. Победители гонок получили дипломы и медали. Первые места заняли Тольяттинцы, Екатерина Белоусова и Илья Балаев. Олег Зверев, Семен Безгинов, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самары Гиз на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok